Программа капремонта многоквартирных домов в регионе стартовала. В 2015 году в нее вошли 586 объектов. С первыми результатами чиновники ознакомились в понедельник. Дом номер 33 по улице 8 марта. Здесь капитальный ремонт мягкой кровли уже в завершающей стадии. Сделали стяжку. Праймер идет дальше, потом нижний слой, верхний слой. Делаются отливы все. Делаются парапеты все сделали, нагнули, установили. В общем-то вот. Материал кровли называется техноэласт. Его основа каучук, а не привычный битум. Это делает покрытие толще и эластичней. Но главное – дешевле и долговечней. Работы подрядчик планирует завершить к ноябрю. Также будет здесь выполнено окно пластиковое поставленное и поставлена металлическая дверь. Под замок, под ключ. Ключ дается управляющей компанией. Ремонт крыши обойдется жителям девятиэтажки в 850 тысяч рублей. Пока на эти цели собрано 60 тысяч. Другой объект – панельный дом по улице 4-я Меланжевая. Здесь проходит капремонт фасада. Что он в себя включает? Герметизацию межпанельных швов, установку новых отливов, косметический ремонт цоколя. Правда, местные жители считают, что срочного вмешательства фасад их дома не требовал. Наша сторона была нормальной, потому что у нас в четвертом году делали швы. Швы были нормальные. Мы хотели, чтобы лучше было второй раз швы делать, когда можно было хоть ремонт подъездов сделать или что-то. Но ничего не сделали. Стоимость ремонтных работ составит 66 тысяч рублей. Жильцы уже собрали 80. Поэтому внимательно следят, за что платят и контролируют ситуацию. Так вроде нормально. Только надо за ними следить. Вот, допустим, делали на моей квартире. Они сразу раз и начали замазывать. Я говорю, вы что делаете-то? В чем вы не выколотили ничего? А там есть это, замазка-то. Я говорю, ну и чего? А зачем же капитальный ремонт называется? Ну вот после этого, как я вот ругала, они стали раскулачивать. Глава региона, приехав и знакомиться с ходом работ, попал в оцепление. У нас еще больной вопрос такой. Вот дом нам сделают хорошо, прекрасно, красиво, все устраивает. Но сзади дома у нас там такая страшная дорога. Сзади дома, вы знаете, там даже легковая не может проехать. Дорога действительно требует ремонта. Губернатор в этом убедился. И дал поручение впредь капремонт домов пытаться совмещать с благоустройством прилегающей территории. Чтобы жильцы видели и чувствовали изменения в лучшую сторону. Все увиденное в ходе инспекции Павел Коньков подытожил на рабочем совещании с руководителями профильных ведомств. В стране еще не было столь масштабного проекта, длящегося десятилетия. А значит, власти должны сосредоточить особое внимание на его реализации. Есть независимо от осуждения ряд общих задач. Первое, значит, это открытость и информированность людей. Они должны знать совершенно точно, что происходит с их домами, что происходит с их деньгами, когда эти дома будут отремонтированы, в каком порядке и прочее. Это первое. Второй момент. Это полная финансовая прозрачность происходящего. Я заранее предупреждаю, что за любой вскрытый факт махинации с деньгами, я буду перед правоохранительными органами ставить вопрос сразу о привлечении к ответственности. И достаточно жестко по этому поводу. Поэтому подумайте систему контроля, причем повсеместную, поменьше доверия в этом вопросе к исполнителям. Ну и, конечно, немаловажен контроль качества выполняемых работ. По словам главы региона, если ремонт выполнен не в срок или не в полном объеме, это тоже финансовая махинация. Подобное недопустимо. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.